приветствую всех сегодня мы посмотрим что из себя представляет комплектация 3 3 комплектация точилки скорпион чем она отличается от базовой комплектации вот какие у нее есть особенности и так далее и так эта комплектация отличается от базовой достаточно серьезно ну прежде всего 3 комплектации уже используется вот такой вот мощный основной блок вот система значит фиксации переворота рамки крепления абразивов стоит на плите из авиационного алюминия толщиной 10 миллиметров блок мощный никаких люфтов нигде не имеет вот для сравнения как бы базовый основной блок вот он базовый основной блок и вот этот вот мощный блок как бы условно называемый скорпион 2 вот этот вот бочок дальше значит зажимы для абразивов за исключением вот этих вот шайб с накаткой точно такие же как и в базовой системе но здесь применяется вот такая вот красивая шайба крепления зажима на рамке соответственно два зажима абразива значит штанга крепления узла скольжения точно такая же штанга вот это вот крепление абразивов тоже такая же за исключением вот этих вот зажимов для абразива чем они отличаются от базовых зажимов ну прежде всего не отличаются конструктивом вот это более мощные зажимы имеется упор для чего он нужен расскажу чуть попозже вот в данный тип зажимов можно зажимать абсолютно любые абразивы ну например вот на бланках под 45 градусов так называемые бланки от hpro то есть вставляется закрепляется понятно да закрепляется таким образом как обычно эту штуку отпускаем сюда вставляем абразив вставляем абразивчик закрепляем и пользуемся вот потом допустим вот такое бланк на котором может быть на она установлена наждачка приклеена ну либо вот шкурка для посты гои чтобы полировать режущую кругу то же самое отпускаем ставим закрепляем и соответственно все прекрасно держится и работает потом может быть такой плоский абразив веневские алмазы то же самое здесь спокойно ставится закрепляется вот и спокойно можно работать дальше для чего нужен вот этот вот упор ну смотрите поставлю ну вот смотрите допустим как бы ну вот здесь не так страшно но тоже может быть допустим вот у вас есть подложка вот это а на ней абразив более короткий ну то есть он не доходит до конца вот этой подложки и между краем вот этого абразива и упором есть вот такое расстояние что происходит например у неопытных точильщиков они просто берут задумываются и ведут по кромке ножа вот сейчас возьму что-нибудь ведут по кромке ножа вот таким образом ведут ведут забыли абразив край абразива соскальзывает и прекрасно едет вот сюда идет на кромку на собственно на лезвие ножа и получается очень трудно устранимы иногда совсем не устранимы и царапины то есть соскальзывает и упирается значит как решается эта проблема в других конструктивах ну других конструктивах люди делают вот таким образом сейчас покажу то есть вот такое ограничение рабочего хода делается таким образом вставляется штанга и суда ставится один упор и второй упор ну то есть во время работы вы долбите вот по этому узлу с этой стороны долбите по шайбе с этой стороны и с этой стороны долбите шайбой вот так вот вот таким вот образом по узлу вот ну какой какой бы ни было вот здесь вот хорошее как бы крепление если так пару сотен раз по нему долбануть то здесь все что-то может разболтаться вот да и просто сломаться вот я от этого всего ушел и решил сделать ограничение не здесь а вот здесь каким образом делается это просто очень вот эта штука ослабляется и вот этот упор подвигается вплотную прямо вплотную к абразиву вот сейчас покажу то есть он вот сюда вот выдвигается видно да и вот сюда идет вплоть до начала абразива и тогда что происходит когда абразив вот здесь вот заканчивается то просто кромка ножа упирается вот сюда вот мягкий алюминий и не повреждается и не заскакивает краем абразива вот так вот 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 сюда и ничего не царапается вот для этого сделан вот такой вот упор ну в общем понятно да для чего сделан вот такой конструктив то есть мы здесь убиваем двух зайцев во первых предупреждаем от того чтобы край край абразива не заскакивал на лезвие ножа вот и во вторых избегаем ударов по узлу скольжения что в общем то я считаю правильно дальше здесь в этой комплектации применяется вот такой вот узел скольжения но от базового от базового он отличается радикально там применяется просто подшипник сейчас покажу там применяется вот такой подшипник такой подшипник используют многие синие почти все и и соответственно что мы здесь получаем мы здесь получаем что трется пара металл металл вот таким вот образом двигается но понятно что металл по металлу не совсем оптимальная плюс существует некоторые ограничения вот по углам которые можно использовать в этом подшипнике здесь же нет таких ограничений нет стоит бронза и соответственно пара скольжения бронза металл она практически идеально если смазывать во время работы штангу все время маслом то очень долго эта пара будет работать такие пары пары скольжения бронза металл используется на станках на токарных даже станках и работают долго дальше кроме самого узла значит с угломером здесь существует вот такой вот на так называемый узел тонкой подводки ну для чего он нужен объясню значит здесь сейчас вот соберем вот то есть когда мы начинаем точить вставляем штангу выставляем вот таким вот образом приблизительно угол заточки необходимый нам и чуть-чуть ослабив вот здесь вот в этом узле можем более точно видно да двигаем что в пределах двух градусов происходит изменение можно очень точно выставить этот угол потом закрепить и точить дальше плюс еще какой есть от этого очень много людей делает микро подвод ну то есть затачивается на одну одном показании угла вся 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 плоскость режущей кромки вот а в конце хочется сделать небольшой буквально доли градуса микро подвод который будет иметь больший угол заточки что придает дополнительную как бы износостойкость режущей кромки то есть если в обычных условиях надо здесь как-то ослаблять подгонять все это дело достаточно проблемно то здесь просто берется ослабляется подвел завел более того отдельные профессионалы которые занимаются заточкой очень любят при смене абразивов чуть-чуть увеличивать угол ну то есть допустим взяли вы один абразив жесткий выставили его ой жесткий говорю большой гритности поставили его поставили заточили на этом углу угли ну поставили угол который необходимо изначально там как-то допустим вот так сколько тут у нас ну допустим стандартно брать 17 градусов 17 градусов на сторону общий угол будет 34 с половиной ой 17 градусов на сторону это будет 34 градусов все угол заточки заточили одним абразивом точили поточили да потом берут ставят другой и буквально тут нужно смещение на долю градусов чтобы всю кромку опять не протачивать абразивом а чуть-чуть и и как бы сместить увеличить угол и таким образом получить большую стойкость лезвия вот и как бы получается такая вот немножко линзообразная за . просто ослабляем чуть-чуть его чуть-чуть сдвигаем сюда и протачиваем следующим абразивом берем следующий абразив ставим допустим здесь был 200 120 220 берем там допустим 400 опять ставим опять ослабляем чуть-чуть его вперед сдвигаем и дальше продолжаем вот таким образом очень удобно работать вот для этого в общем то этот узел был сделан дальше в комплект входит также вот такой вот регулировочная шайба что она есть для чего она нужна значит регулировочная шайба ставится вот сюда вот снизу снизу ставится она сверху ставится узел скольжения допустим у вас есть для заточки разные абразивы вот такого типа допустим у вас на 400 а мелкую заточку дальше вы идете абразивом другого типа вот таким например а финишную часть делаете вот таким вот да вот такой штукой так вот чтобы каждый раз не ставить не выверять вот этот вот угол заточки то делается все очень просто до берется сначала допустим обдирается режущая кромка вот таким абразивом поставили вот допустим выставили угол заточки ну условно я потом покажу как вот эти все крепится как нож крепится и так далее поставили угол заточки допустим вот видно 20 градусов на стороне ну условный угол условный вот потом не не начиная точить еще снимаете этот абразив подводите и вот сюда под низ с этой стороны подводите и поджимаете снизу шайбой поднимаете снизу шайбой и и закрепляете ее все на весь процесс заточки вы эту шайбу закрепляете сейчас закреплю то есть понятно да вот сюда вот ставится но с этой стороны здесь удобнее и и шайба закрепляется у нас все закрепилась да да потом ставите обратно абразив на место и точите вот смотрим еще раз 20 градусов потом если вы поставите другой абразив сюда процессе заточки то вам по толщине он будет другой и соответственно угол заточки изменится иногда очень сильно то есть особенно будет видно например вот по этому узлу да вот сейчас я его поставлю вот этот вот очень толстый по сравнению с этим вот поставил и мы смотрим какой здесь угол получается вот угол 15 градусов получается то есть по идее надо опять вот это все ослаблять и выставлять угол 20 градусов но чтобы этого не делать для этого существует вот регулировочная шайба тогда вы что делаете очень просто берете здесь освобождаете отставляете вот сюда вот этот абразив закрепляете закрепляете и сейчас по идее мы должны получить угол 20 градусов вставляем смотрим угол вот 20 градусов получается соответственно после этого нам нужно поставить вот этот абразив опять мы берем его убираем опускаем сюда опускаем сюда опускаем сюда видим 20 градусов но я это демонстрирую ставь ставя поверхность на вот эту вот рамку ну то же самое будет и когда я буду ставить его на нож ну чтобы было удобно вот таким вот образом я показываю как работает регулировочная шайба ну и собственно как крепится нож очень просто берем ставим да регулировка так называемого горизонта проводится вот в таком положении когда вот эти вот шляпки винтов находятся сверху и регулируем винт затяжки зажима крепления ножа тоже находится сверху вот вот такой большой нож шеф-повара и закрепляем его закрепляем как правильно устанавливать нож зажима особенно если нет рекаса вот здесь вот а клинообразное лезвие то это можно посмотреть в видео по базовой комплектации точилки там все очень подробно описано вот нож закрепили берем ставим на край стола закрепляем струбциной ставим абразив и все и точим точим поточили взяли другой абразивчик то же самое поставили закрепили и поточили теперь небольшое замечание по поводу что некоторые изготовители точилок делают так называемую парковку парковку делают то есть когда отводишь вот эту штангу с абразивом вот сюда вот ставится она вот так крепится ну для того чтобы я не знаю смысл ставить на парковку вот эту вот штангу куда-то чтобы перевернуть ну я например вот так переворачиваю отвел руку мне ничего не мешает если нужно как бы поменять абразив или помыть тем более это не очень удобно надо помыть например поверхность этого абразива абразива что-то смыть стереть и так далее то есть если есть парковка то что делают берут снимают абразив ставят на парковку его как-то моют и потом опять начинают вот устанавливать сюда абразив если абразив не вот с таким вот бланком то поставить его сюда ну можно легко как бы поставить но все равно нужно на это потратить время поджать его закрепить хорошенько убедиться что он хорошо встал в такое же положение в котором был а потом продолжать точить ну по мне так проще вытащил его отсюда вместе со штангой помыл его засунул и продолжаясь дальше работать замечаем по времени да вытащил помыл почистил его или поменять надо то же самое то ли на точилке здесь как-то менять вот поменял вытащил спокойно абразив поменял и поставил сюда его все и продолжаешь работать или здесь вот снял снять допустим его просто да и закрепил в этом что-то сделал с абразивом потом берешь его и опять надо вот так вставлять располагать позиционировать ну я решил что так неудобно и считаю что вот эти всякие парковки они вообще ни к чему вот вот такой вот обзорчик на комплектацию третью вот все принципы из которых я исходил при проектировании вот этой всей системы как бы все это достаточно хорошо изложено в видео по базовой комплектации ссылочку я на базовую на обзор базовой комплектации ниже видео приложу вот заключение хочу сказать что точилка производилась производится и будет производиться если вам хочется приобрести ее связывайтесь со мной через email email вот вам пожалуйста на экране посмотрите указан вот а также для связи email будет указан ниже под видео спасибо что посмотрели всем удачи и хорошего настроения до свидания